Не более 10 человек на прививку от COVID-19. Такую картину можно наблюдать в 14-й поликлинике Пензы после трёх дня. Пройдя проверку здоровья у терапевта, горожане ждут, когда подойдёт их очередь зайти в процедурный кабинет. Никакого сравнения с тем, что здесь бывает утром, говорят врачи. Скопление народа и все торопятся. Людям удобнее приходить, чтобы в последующем они могли идти на работу или заниматься своими личными делами. Но вакцинация – дело не одной минуты. Анкетирование плюс диагностика и только затем укол. С начала июля число людей, захотевших привиться, постоянно росло и в какой-то момент их желание не совпало с возможностями пензенских поликлиник. Как результат очереди о недовольстве и обращении к главе региона Олегу Мельниченко навести порядок. В областном Минздраве постоянно работают над решением проблемы. Очереди формируются именно из-за того, что на сформированную предварительно запись на ЕПГУ наслаиваются пациенты, которые идут самотёком. И для того, чтобы им не отказывать, мы вынуждены принимать дополнительные организационные решения. Было принято решение по открытию второго кабинета, когда было большое количество пациентов, желающих привиться. Когда у нас бесперебойное стало поступление вакцины, поэтому мы имели возможность открыть и необходимость открыть второй кабинет по приёму перед вакцинацией. Также поступили и в других поликлиниках Пензы, где возникали большие очереди. Медики напоминают, предварительная запись сохранит и время, и нервы. Так поступили тысячи пензенцев. Мы с женой пришли, жена записывалась непосредственно здесь, в поликлинике. Здесь отдельное окно было, по-моему, свободно подошли, записались и назначили нам число, время. Мы пришли, сделали первую прививку. Вас беспокоит 14-я поликлиника. Мы приглашаем вас на повторную вакцинацию. По данным регионального Минздрава, на данный момент от COVID-19 было привито порядка 46% жителей Пензенской области. С каждым днём эта цифра продолжает увеличиваться. То, что было на первоначальных этапах, когда мы в листе ожиданий видели колоссальные цифры людей, которые желали вакцинироваться, а было нечем, сейчас такого уже нет. Мы имеем достаточный запас вакцины для того, чтобы задачу эту выполнить.